Утро среды. У дверей историко-культурного центра оживление. Вот-вот начнется запись на субботнюю бесплатную экскурсию. Мы все очень благодарны и администрации нашего района, и отделу культуры, и руководителям историко-культурного центра. Они обладают огромной информацией. Это плод их исследовательской работы. И в то же время чувствуется вот душа. Они этими своими знаниями делятся с огромной любовью. Не на все получается экскурсии поехать, но вот все, что получается, даже вот я хочу сказать дикция, манера говорить, правильная речь, ну просто вот меня восхищает до глубины души. Зоя Михайловна Шапкина постоянно ездит на экскурсии и может сама многое рассказать о том же Крестово-Звиженском монастыре, к примеру. Сейчас мне хотелось бы посмотреть, что же там стало, потому что долгое время он был на реставрации. Другая церковь уже давно отреставрирована. Там когда-то жили даже местные жители. Мне интересно, там есть храмовая икона. Традиция экскурсионных поездок по району родилась еще в 2001 году. Совместно с историками и краеведами было разработано 13 маршрутов. Желающих посетить интересные места было очень много. На первой экскурсии приходило по 100-150 человек. Заказывали по одному автобусу, но когда собиралось такое огромное количество жителей нашего района, вот здесь на площади, то администрация вынуждена была обращаться в автотранспортное предприятие и заказывать еще и второй, и третий автобус. В минувшую субботу ездили в село Остров. По всеобщему мнению, поездка стала незабываемой. Этот маршрут вела наша ведущая, краевед Ирина Леонидовна Ильясова. Мы побывали в церкви Преображения, которая относится к началу 16 века. И впервые за все время, когда мы, мы же с 2001 года ездим на эти экскурсии, мы поднялись на колокольню. Лестницы очень крутые, подниматься страшно, но тем не менее, несмотря на то, что у нас в основном, конечно, пенсионеры, среди них есть и инвалиды, внизу никто не остался. В этом году запланировано всего четыре экскурсии. Оставлены только те маршруты, которые стали наиболее любимы ведновчанами. Но и сотрудники историко-культурного центра и желающие изучать историю родного края надеются, что в будущем администрация найдет возможность сделать экскурсии более частыми. Ведь большинство из тех, кто участвует в них, это пенсионеры и школьники. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.